Героям слова. Друзья, первый вопрос будет общий для вас двоих, ответить я на него попрошу предельно кратко, буквально там словами да-нет. Задержки, это цитата, задержки помощи Украине станут воплощением мечты Путина и его окружения, это заявил Зеленский уже в Вашингтоне. Как вы считаете, визит украинского президента в Америку и его встреча с президентом американским, это воплощение мечты делает более реальным воплощение мечты Путина или менее реальным сделало? Борис, давайте с вас начнем. Я считаю, что Зеленский прав на 100%, и при всем том, что визит Зеленского был удачным, я считаю, он сделал правильно, приехав. Еще раз напомнив американцам, что на кону находится не только существование Украины, но и самой Америки, это мое убеждение. И то, что совершилось вчера, буквально, это позитив и в то же время показал, насколько Путин заинтересован в провале оказания помощи Америкой и Украине. Юрий, Вы как считаете, американские и украинские президенты развеяли мечты эти Путина или наоборот Путин в них укрепился? Я думаю, что ваш первый вопрос, что эта мечта стала мечтой, я думаю, что я согласен с тем, что сказал Борис. Это важно было для них встретиться, я согласен с президентом Зеленским и с Байденом. Мне кажется, они все проявили здесь правильное заявление, правильное качество. Мы видим, что поддержка достаточно широко двухпартийная, осталось только поставить вопрос на голосование и достичь договоренности с людьми, которые, возможно, договоренности не стремятся достигнуть. И вот это, мне кажется, является главным камнем преткновения. Но то, что администрации заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы помочь Украине, и поэтому мы видим, что президент Зеленский опять в Белом доме, это, естественно, делает мечты мокрой, мечты Путина менее, не знаю, как-то странно. Хорошо, а кто не стремится на сегодняшний день достичь этих договоренностей? Как вы считаете, такие есть в американском политикуме? Конечно, это называется, ну, Трамп и его фракции. Трамписты, мага, make America great again, да, они заинтересованы в том, чтобы вывести нашу страну из НАТО. Потому что тогда не нужно будет сражаться за союзников. Какие союзники? Это то, что предлагает сделать Трамп, и поэтому для таких людей помощь Украине, даже если... А их не особенно волнует, Путин победит, Путин не победит. Для большого количества республиканцев это важно. Я уверен, для Бориса это важно. Но для тех, кто контролирует, имеет контролирующий пакет республиканской партии, они абсолютно устроили бы, если Путин даже победил. Поэтому тут вопрос, с кем мы договариваемся и о чем, не до конца понятен. Но, конечно, если бы эти люди были, понимаете, полными маргиналами и находились вот как левые маргиналы, они не имеют никакой власти, но там есть левые маргиналы. Это было бы одно. Но они контролируют. У них спикер палаты представителей в их руках. Это очень важная позиция, и это является главной преградой помощи Украине на данный момент. Борис, а саму республиканскую партию на сегодняшний день тревожит, что золотая акция находится в руках меньшинства? Ну, во-первых, я хочу сделать поправку. Трамп никогда не был против НАТО. Он был за ее реформу. Это во-первых. Члены НАТО не платили 2% от ВВП. Большинство из них, надо прямо сказать, как требовалось по уставу НАТО. Особенно Германия, крупнейшая экономика Европы. И в последнее время Трамп вообще молчит. Он ни слова не говорит о его роли как президента Америки в войне в Украине. Это о многом говорит. Я скажу вам прямо. Я трампист. Как бы это ни убивало тех ненавистников Трампа. Я за наследие Трампа, которое он оставил нам. Но я против того, чтобы Трамп стал президентом. Его время прошло. Он не отвечает тем вызовам, с которыми сталкивается сегодня мир наш. Например, та же Украина. Отсутствие его оценки того геноцида, который имеет место сегодня на украинской земле, говорит о том, что он сегодня не отвечает требованиям нашего времени. Поэтому я не буду за него голосовать. И призываю к этому моих однопартийцев. Я являюсь президентом республиканского клуба имени Ронора Рейгана. Достаточно много членов. У меня много единомышленников. И я говорю везде на встречах. И с республиканцами, и с демократами, с депутатами. Наше видение. Потому что отношение к Украине – это лакмусовая бумага. Она показывает, кто есть кто. Трамп отстал. Он сегодня в прошлом. Но игнорировать его наследие никто не имеет права. Он сделал очень много для нашей страны. И оно будет развито уже новым поколением. Новыми представителями. Я надеюсь, это будет представитель республиканской партии. Ну, возможно, Трамп и отстал. Но дело его живет, как мы видим. Чего стоят только выступления Рамасвами, например. И других представителей республиканской партии, которые сейчас выходят на демократ. Да, вы знаете, Рамасвани – никто. Его популярность около 3%. Сегодня потрясающая наша восходящая звезда – это Микки Хейли. Это та самая звезда, это железная леди наша, американская Маргарет Тэтчер. А может быть, и лучше будет. Именно она сегодня, олицетворение большинства. Вот 68% по последним опросам, американцев, независимо от партийной правительности, поддерживают Украину. Микки Хейли – как раз та самая личность, которая и за Израиль, и за Украину, за полную их победу. Поэтому такие, как Рамасвани, не нужно даже обращать внимания. Я хотел бы здесь отметить то, что сказал Борис – это невероятно важно. Я просто не думал, что доживу до такого дня, когда Борис скажет, что он не будет голосовать за Дональда Трампа. Это для меня очень сильное заявление и признание о том, где находится сейчас республиканская партия. И какие угрозы стоят перед нашей страной, и как резонные люди могут превзойти свои партийные обязанности и ощущения, и любовь. Это же, знаете, так сложно, потому что Дональд Трамп – это же культ. Поэтому, когда человек говорит, вы знаете, но из-за Украины я не буду голосовать за этого человека, это нужно отметить, это нужно праздновать. Тот факт, что у Ники Хейли нет никаких шансов выиграть – это тоже о многом говорит. Поэтому у меня вопрос все-таки к Борису обратный. А если Дональд Трамп станет представлять республиканскую партию, то тогда Борис Пинкус не проголосует за Трампа или проголосует, потому что он представитель республиканской партии? А если нет, то тогда за Байдена, наверное, нет. Что тогда делать клубу Рейгана? Во-первых, я сейчас вам напомню эпизод, который произошел недавно и о котором мало кто знает. Например, буквально чуть больше недели назад наш спикер Майк Джонсон посетил Мар-А-Лагу. Он встретился с Трампом и после трехчасовой беседы за закрытыми дверями он вышел и на публику заявил, что он поддерживает Трампа как президента, будущего президента Америки. Это было сенсационно. То есть вы хотите слетать в Мар-А-Лагу? Нет, нет. Вы хотите слетать в Мар-А-Лагу? Тут интересно другое. Что Майк Джонсон после победы в должности спикера, единогласная, по черту, среди республиканцев, он тут же сказал, что он за Украину и будет поддерживать Украину до полной ее победы. Что, кстати, расходилось с его прежними взглядами. Между прочим, он не был очень позитивен по отношению к Украине перед голосованием. Но вот после голосования... Но действия его не изменились. Нет, нет. Но действия его не изменились. Но, но, сейчас я вам... Давайте по порядку. Вот это очень важно. Конечно, нас это встревожило, я имею в виду, друзей Украины. И что произошло с Джонсоном, который за Украину вдруг делает индорсмент кандидату от республиканцев, одному из кандидатов республиканской партии, который до сих пор не выразил своей поддержки Украине. Более того, на слуху, у многих обещание Трампа решить войну в Украине за 24 часа, там путем, естественно, было ожидать от него, знаете, ссылаясь на его прежние высказывания о том, что вот надо было бы отдать большую часть территории Украины густонаселенной русскоязычным населением Путину, и тогда бы войны вообще не было, и другая билиберда. Так вот, на этом фоне встреча, значит, Джонсона с Трампом, она, конечно, была сенсационной. Но, но, позже, уже, я говорил уже с близкими людьми Трампа, которые, кстати, проукраински настроены, очень даже, они мне так это объяснили, что сегодня от 6 до 10 миллионов американцев, поддерживающих Трампа по опросам, они имеют в повестке дня своей, как избиратели, Украину на третьем, четвертом, а может быть, даже и на пятом месте. Но, может быть, Борис, это следствие того, что лидеры партии не коммуницируют с этими избирателями и не объясняют им. Вы сами говорите, что Трамп до сих пор не высказал свои четкие позиции по отношению к этой войне. Да, совершенно верно. Вот ваши избиратели и думают, что это вопрос третьестепенной важности. Совершенно, ну я, нет, тут есть другой вопрос, который нельзя игнорировать. Я обыватель, я рядовой американец. Меня тоже волнуют высокие цены на бензин, высокие цены на товары первой необходимости, высокая преступность и этот цунами, который навалился на Америку с этой нелегальной эмиграцией. Это меня волнует тоже. Более того, что творится в школах сегодня, чему обучают детей сегодня. Все это вместе взятое, вот многих американцев волнует больше, чем Украина. Представляете вы, поэтому, я вам прямо скажу, сегодня вы навряд ли найдете сотню, две тысячи американцев, которые категорически против оказания помощи Украине. Таковых почти нет. Они, если есть, то их единицы, как я сказал, их вес незначителен в огромном море избирателей. И тем не менее, вот эти 8-10 миллионов, которые сегодня поддерживают Трампа, они не против Украины, как я сказал, они за Украину. Но вначале давайте решим наши бытовые проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Поэтому Трамп не хочет их терять до выборов. Он хочет, чтобы они пришли на избирательные участки и проголосовали за него. Вот это желание Трампа. Это игра политическая. Так мне объясняет один из тех, кто является его советником. Так вот, представьте себе, что, став президентом, Трамп может просто круто изменить свою стратегию, свою политику. Не исключено то, что он может вообще долбануть по бункеру Путина, не спрося ни у кого. Он непредсказуем. Вот так мне говорит. Да, возможно. Здесь нужно понимать, что мы все это время, дотянем ли мы в Украине, понимаете? Потому что поддержка заморожена на сегодняшний день. И вернусь с того, с чего начинаем. Мы благодарны за другую партийную поддержку. Но почему мы не видим этой поддержки в течение последнего месяца в Конгрессе? Где единство? Неужели ради... Вот и демократы, и республиканцы, вот сегодня вы сидите и говорите, вы все убеждаете нас в поддержке Украины, да? Мы за нее благодарны. Но она сейчас приостановлена. Почему сейчас не отбросить ваши политические, внутриполитические моменты? И не проголосовать за эту поддержку для Украины. Слишком уже эта игра затянулась, понимаете? Я с вами согласен. Юрий, подключайтесь тоже, пожалуйста. Я думаю, что вам не хватает третьего гостя, который был бы трампистом, который мог бы сказать, ну, извините, нам так и нужно. Потому что сейчас вы видите, ну, коалицию, вот эту двухпартийную поддержку. Но при этом мы видим, что направление республиканской партии официальное движется от Украины. Соответственно, у вас есть два гостя, но нет того решающего пакета. Потому что я рад, что, возможно, даже на русском языке трампистов станет меньше, наблюдая его открытую антиукраинскую позицию. Да, он может невероятные вещи сделать. Но, с другой стороны, он уже наделал невероятных вещей за первые четыре года. Так что пока что единственный срок, который я ему желаю, это пожизненный. Хорошо, Юрий, мы не будем перекидывать мяч только на поле республиканцев. Демократы готовы идти на диалог с республиканцами? Они готовы пойти на уступки во имя Украины? Байден уже согласился идти на компромисс. У них сейчас идут разговоры с министром внутренних дел, который занимается границей. Потому что, как сказал Борис, это важно для американцев. И администрация признает это. И администрация... Вопрос только в том, что делать, как решать эту проблему? Делать глубже ров и выше стену? Или нанимать больше чиновников, судей, чтобы эта граница работала, как она сейчас не работает? Ну, возможно, мы это решим. Но просто печально то, что эти люди, которые у них сейчас не думают, что у них сейчас золотой билет, что они схватили бога за бороду, сейчас они получат все, что хотели. А в результате они помогают Путину. Борис... Нет, я не согласен. То, что республиканцы победили и затащили Байдена за стол переговоров. Это, безусловно, победа. А этого будет достаточно для разблокирования помощи Украине? Или снова потом пойдет торг еще по каким-то другим внутриполитическим процессам? Да. Вот я сейчас вам поясню. Во-первых, есть путь, как договориться. Это открыто. И, к сожалению, леволиберальные средства массовой информации об этом мало говорят. Республиканцы говорят, подождите, в этом огромном пакете 106 миллиардов, кроме 61 миллиарда для Украины, 14 миллиардов для Израиля, там какие-то миллиарды для Тайваня и другим нашим союзникам Юго-Восточной Азии есть еще миллиарды на чистую экологию. Так вот, республиканцы говорят, давайте так, чистая экология не должна быть сегодня приоритетной. Мы не умираем, не задыхаемся от плохого воздуха или, например, отсутствия кислорода. Такого еще нет. Так вот, давайте вот эти миллиарды предназначены для чистой экологии мы и будем отдавать и Украине, и Израилю. Вот так надо делать. Должны быть... Мы нельзя объять необъятное. Должны быть приоритеты. А что нужно для этого сделать? Вот эти деньги предназначены на продолжение строительства того самого забора, который был начат еще при Трампе. Вот это очень важно. Этого нет. Сегодня ежедневно нашу границу с Мексикой пересекает от 5 до 6 тысяч нелегальных иммиграторов. По сей день, каждый день. А вот на прошлой неделе... Сколько из них бегут из Украины? Сколько из них из России? Сколько из них... Нет, из Украины едут легально. А вот из России 20 тысяч только за этот год тоже пересекло. Это данные нашей иммиграционной... Надо перекрывать границу. Надо закрывать границу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин